Фиточай в пакетиках будут выпускать в Приднестровье. Производством занимаются лесники. Пока готовят запасы ягод и травы и закупают оборудование. Из рыбницкого лесничества репортаж Светлана Мартынюк. Шиповник, как известно, богат витамином С. Этого витамина здесь больше, чем в лимоне и каких-либо овощах. Вот эти ягоды собраны в приднестровских лесах. И скоро они станут частью настоящего фиточая, тонизирующего напитка, произведенного у нас в Приднестровье. От сбора в лесу до пакетика с фиточаем путь долгий. Сначала травы и ягоды собирают. Этот шиповник и боярышник, к примеру, привезли со всех лесных хозяйств республики в Рыбницу, чтобы посушить вот на такой электросушилке. Она в местном лесхозе старая, но за раз может вместить до тонны свежих ягод и трав. Дальше все составляющие будущего чая надо и смельчить, и смешать, а потом расфасовать по пакетикам. Уже готовим оборудование, будем дробить и, соответственно, упаковывать в торговую сеть. Это планируется ближе к осени. Дробилку и линию для упаковки уже заказали. Они в пути. Ромашку, чабрец, цветочки лип и лесники насушили прошлым летом. Все собирали с деревьев и полян далеко от городов и дорог. Это важно. Травяные сборы проверяют в лаборатории, чтобы с полным правом написать на упаковке экологически чистый продукт. Пока что мы не подумали о торговой марке. Мы только разрабатываем логотип и торговую марку. Но я думаю, что обязательно будет слово «эко» и будет слово «лес». Потому что мы знаем, что Приднестровские леса – это очень чистые. Начнут производство стонизирующих напитков как раз с шиповником. Над другими рецептами лекарственных сборов еще работают. Их сейчас составляют ученые госуниверситета. В Рыбницком лесхозе нам показали еще одно производство. Это зернодробилка. Кукурузу и пшеницу мелят, чтобы зимой кормить диких животных в лесах. Готовят зерносмесь и на заказ. Люди берут курочкам и уткам. Можно делать даже хвойную травянистую муку. То есть, если у кого сосна, елка после Нового года осталась? Да, можно даже пропустить. К слову о елках. В лесхозе есть маленький питомник. Здесь можно разжиться хвойными саженцами – туи и можжевельника. Люди часто покупают их для своих дачных участков. Светлана Мартынек, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.